Всем привет! В водном мире в реках и морях есть свои хищники и те, кого эти хищники поедают и доминируют. Но в водном мире есть такие хищники, которые представляют опасность даже для человека. Итак, рыбы-убийцы, которые могут убить человека. И первая ужасная и опасная рыба в нашем списке это тигровая рыба-голиаф. Тигровая рыба-голиаф это настолько ужасное создание, что она заставляет пиранью, которую боится немало людей, выглядит как домашняя золотая рыбка. Достигая длины почти в 2 метра и веса более 30 килограмм, эта огромная рыба сбивается в косяки и рыщет по водным путям в Центральной Африке, разрывая на мелкие кусочки за несколько секунд даже большую добычу. Рот этого желтоватого монстра усеян огромными клыками, похожими на кинжалы, и длина каждого из них составляет более 5 сантиметров. В одно время на реке Конго произошел ряд человеческих смертей, которые местное население не могло объяснить. Их смерти приписывали стаинственному враждебному духу, который обитает в этой реке. Так было до тех пор, пока рыболов-экстремал Джереми Уэйд не вытащил одного из этих ужасных созданий из глубин реки. Следующая ужасающая рыба-убийца называется Сом Пироида. Представьте себе, что вы радостно рыбачите на реке Амазонка, и внезапно у вас клюет. Вы тащите рыбу, и из воды показывается это чудовище под названием Сом Пироида. И вы понимаете, что вы только что поймали самого большого сома в Южной Африке и потенциального людоеда. Острые зубы этого агрессивного хищника загнуты назад и расположены по всей кромке его глубокой пасти, мешая добыче и не оставляя ей ни единого шанса освободиться. Этой добычей может запросто стать и человек. Следующая опасная рыба-убийца называется Сом Багари, или Гунч. Река Кали, которая протекает между Индией и Непалом, получила дурную известность из-за таинственных исчезновений и необъяснимых утоплений людей. Причина смертей была предметом самых диких спекуляций до тех пор, пока не было поймано ужасное коричневое существо, длиной более двух метров с острыми как лезвия зубами. Сом Багари – это очень странный, почти 140-килограммовый представитель отряда сомообразных, который приобрел сильный вкус к человеческой плоти. Доисторический хищник хватает своих жертв и тащит ко дну, попутно топя их перед поглощением. Одного 17-летнего парня этот сом схватил прямо на глазах у его девушки, впоследствии его так и не нашли. Считается, что эта рыба приобрела такой сильный вкус к человеческому мясу из-за погребального обычая – сжигать тела и бросать их в реку. Следующая ужасная рыба-убийца – это Большая Барракуда. Большая Барракуда – это живая торпеда, оснащенная странно выглядящими зубами, которые могут достигать порядка 10 сантиметров в длину. Эта рыба может достичь длины до 2 метров и более 45 килограмм веса. Большую Барракуду привлекают блестящие металлические предметы. Кроме того, она может атаковать уязвимые существа и их источники раздражения. Для того, чтобы избежать атаки Большой Барракуды, стоит воздержаться от посещения мест с плохой видимостью, а также мангровых лесов и устьевых областей рек. Не стоит также заниматься подводной охотой. Атакующая Барракуда может легко перекусить сухожилия, оторвать огромное количество плоти и убить вас за несколько секунд. На восточном побережье США было зарегистрировано немало смертей в результате атак Большой Барракуды. Сом обыкновенный. Европейские воды могут показаться относительно безопасными. Однако демонически выглядящая рыба-убийца нездоровых размеров может заставить вас пересмотреть свои запланированные купания в озерах Берлина, водоемах Испании или в российской реке Волге. Обыкновенный сом – это огромное скользкое существо, достигающее порядка 4 метров в длину и весящее около 180 килограммов. Эта рыба является агрессивным хищником, захватывающим свои жертвы огромными рядами острых, как лезвие зубов. Потенциальный размер этих существ до сих пор не был подтвержден. Исторические записи свидетельствуют о поимках особей, достигавших более 6 метров в длину и весивших более 3 тонн. Недавно один из немецких ныряльщиков был сильно покусан таким сомом. А в желудке сома, пойманного в России, нашли целое человеческое тело. Гигантский пресноводный скат В мутных водах Юго-Восточной Азии скрывается ядовитое чудовище. Знаменитый охотник на крокодилов Стив Ирвин умер после того, как его уколол в грудь небольшой океанский скат. Но этот скат даже и близко не может сравниться по опасности с гигантским пресноводным скатом. Это чудовище в форме блюдца может быть крупнейшей пресноводной рыбой в мире, обладая длиной в более чем 5 метров и весом превышающим 900 килограмм. Удар 20-сантиметровым жалом производится из-за спины, примерно как в случае удара скорпиона. Но и без того одна только масса этого существа способна с силой удерживать человека под водой. Поэтому если дно реки, на котором вы стоите, вдруг начнет двигаться, замрите. Следующая опасная рыба-убийца называется щука-маскинонг. На данный момент еще не было зарегистрировано смертей и столкновения со щукой-маскинонгом. Однако все признаки указывают на то, что эта рыба способна убить человека. Эту рыбу люди опасаются уже давно, она может достигать более 2 метров в длину. Эта пресноводная версия барракуды обитает в озерах северного полушария, и ее пасть полна зубов, похожих на кинжалы, которые с легкостью могут разорвать на части водоплавающих птиц, а также андатор и окуней. Укусы щуки-маскинонга оставляют серьезные раны, и 36-килограммовая рыба способна утащить жертву на дно. 13-летняя девочка была искусана и утащена на дно такой рыбой, но девочке удалось освободиться. Рыба скрывается у берегов озер, заросших растительностью, и чтобы схватить добычу, она делает рывок вперед. Следующая рыба-убийца называется электрический угарь. Электрический угарь является главным хищником реки Амазонка. Он охотится и защищается, выпуская достаточно сильный электрический разряд. 600 вольт, выпущенных этим гигантским родственником сома, способны убить человека на месте. В других случаях более маленький разряд все равно способен лишить жертву сознания, от чего она может утонуть. Электрические угри могут вырасти до 2,5 метров в длину и весом до 25 килограммов. Электрических угрей безопасно брать в руки только в резиновых перчатках. А переходить реку, в которую они водятся, очень опасно, так как вода является прекрасным проводником электричества. Миссисипский панцирник Это доисторическое чудовище скрывается в водах на юго-востоке США. Достигая примерно 3 метров в длину и веса более 180 килограммов, миссисипский панцирник является древней рыбой, которая больше похожа на крокодила, своим огромным размером и большой пастью, усеянной клыками. Был случай, когда мужчина болтал ногами в воде, сидя на пристане. В это время огромный миссисипский панцирник схватил его и попытался утащить на дно. И первое место в нашем списке рыб-убийц занимает рыба-акула-бык. Эта рыба фактически является акулой, однако она настолько отличается от типичной акулы, что представляет собой настолько серьезную угрозу, которая может присниться только в самых ужасных кошмарах. Длина акулы-быка варьируется от 2 до 4 метров, а вес колеблется в пределах 270 килограмм. Эта рыба прекрасно чувствует себя и в пресной воде и может проплыть тысячи километров вверх по реке и достичь озер. Акулу-быка встречали даже в озерах штатов Миссури, Иллинойса и Кентукки. Акулы-быки являются причиной множества смертей в местах с мутной пресной водой. Самым громким случаем нападения акул-быков был случай их нападения в Нью-Джерси. Нападение акул в побережье Нью-Джерси в 1916 году. Это серия нападений акул, произошедшая в период с 1 по 12 июля 1916 года, в результате которых погибли 4 человека и один был ранен. В тот момент на людей нападали белые акулы и бычьи акулы. Серия нападений пришлась на аномально жаркое лето. Акула-бык – это самый агрессивный вид акул. В их крови содержится больше тестостерона, чем в крови любого другого существа на Земле. Их укус является сильнейшим из всех видов рыб, существующих на данный момент. А на этом все. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok